Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и данное короткое видео будет больше полезно тем ребятам, которые только зарегистрировались в игре и хотят понимать откуда брать вот это вот золото, но бесплатно, без финансовых вложений в игру, то есть без донатов. Кроме того, надеюсь, это видео будет полезно не только новичкам, а и бывалым ребятам, ну и в конце концов, возможно, в чем-то кого-то облагоразумен. Хотите получить себе Леву абсолютно бесплатно? Это нет, не розыгрыш от меня, это не надо что-то делать особое и тяжелое, надо просто собирать бесплатное золото, которое разработчики раздают каждый день. Как это делать? Все очень просто. Кто-то будет смеяться над просмотром реклам, но ребят, я быстренько посчитал, нам в день дают возможность посмотреть 5 рекламных роликов по 10 голды, того получается 50 голды в день и за 30 дней это 1500 золотом только за просмотр 5 рекламных роликов. Плюс вот здесь вот ниже, там же, где вы смотрите золото, если вы делаете это с телефона или с планшета, вы можете посмотреть рекламный ролик, который позволит вам открыть половину контейнера. Два рекламных ролика посмотрели, открыли контейнер, из которого получили себе либо части сертификата на 100 голды, либо получили себе бустеры. Что касается частей сертификатов на 100 голды, лично в моем случае я собираю за месяц в районе 4 сертификатов, то есть от 3 до 5 сертификатов, которые я потом соответственно обмениваю на золото, вот эти части сертификатов. И сегодня я обналичил очередной и получил дополнительных 100 золотов. Если вдруг вы не получаете вот эти вот части сертификатов, то в любом случае тогда из этого контейнера вам выпадают бустеры. Но давайте все-таки вернемся к сертификатам, у меня получилось 4 сертификата в месяц в среднем, и того получается 400 голды. Итого, ребят, 1900 это только с просмотра реклам. Дальше переходим к более интересному, клановые боевые задачи. Единственное что, для того, чтобы с клановых боевых задач забирать себе бесплатно все вот эти вот ништячки, ну и соответственно забирать себе голду, вам необходимо состоять в каком-то клане. А если вы хотите забирать не только 100 золота, которое как правило находится на первых 3 уровнях, а хотите забирать и 300 голды, которые раз в месяц прячутся вот здесь в конце, вам необходимо состоять в каком-нибудь хорошем, качественном и удачном клане, в котором действительно выполняется максимум клановых боевых задач. Так вот, ребят, если вам нужен такой клан, сейчас вы видите на экранах список моих кланов, в которых есть свободные места и они ждут ваших заявок. Вы должны отправить заявку ко мне в клан, добавить меня в друзья, я в каждом своем клане являюсь главой клана, соответственно этот аккаунт добавляете в друзья, пишите мне сообщение и приглашаете меня во взвод, это необходимо для того, чтобы завязать разговор. После этого я пришлю вам, соответственно, правила наших кланов, если вы их принимаете и они вам подходят, то, соответственно, вы принимаетесь в состав клана. Статистика игрока нас не интересует, главное, чтобы у тебя было более 800 боев на твоем счету, все остальное нам абсолютно безразлично. Так вот, ребят, из клановых боевых задач вы можете получать в месяц, по моим подсчетам, 700 золота. Три раза или, да, простите, 700, 600 золота, оговорился, 600 золота и здесь, ребят, получается у нас три раза по 100 и один раз 300. Так вот, получается, 600 золотых монет по клановым боевым задачам. Что касается батл пассов, кто-то скажет, что батл пасс выгоден только для тех, кто вкладывает реальные деньги. Я соглашусь, потому что особый пропуск дает вам возможность доступа к сейфу с золотом, к дополнительному золоту, которое внизу, к коллекционной машине на первом уровне, которую можно продать за золото или получить компенсацию. Короче говоря, гораздо больше голды можно собрать с особым пропуском. Но мы говорим с вами о ваших возможностях без доната. И здесь вы сможете найти себе в любом батл пассе минимум 150 золота. Первая 50 золота встречается на 43 уровне. Дальше вы встречаете 100 голды на 50 уровне и на 60 уровне еще 200. Того получается 350 золота. Выполнить это не так уж и сложно. Всего вам необходимо выполнять вот эти вот 5 из, грубо говоря, 6 основных задач каждую неделю. И таким образом по 15 выполненных задач в неделе за 4 недели получается ровно 60. И, соответственно, вы добираетесь до 60 уровня и там забираете 200 единиц золота. Итого получается 350 мы насчитали уже из батл пасса. Что касается бустеров. С бустерами история, ну, скажем так, шаткая. Потому что бустеры мы получаем в неравном количестве, неизвестно откуда. И вот эти бустеры, допустим, мною накоплены следующим образом. Я просматривал рекламы, открывал контейнеры, оттуда падали бустеры. Плюс к тому, бустеры можно получать во всякого рода ивентах, которые можно проходить. Ну и я считаю, что данные бустеры лучше всего использовать на танках 10 уровня. Потому что там за проигрыш, допустим, причем не только на премиумных или коллекционных, а на обычных проходных. Играя на них, если вы проиграли, вы получаете 10 голды. Если вы выиграли, получаете 20. Среднее получается 15. По моим подсчетам, в месяц, просто из ниоткуда, из всякого рода контейнеров, я лично получаю от 50 до 100 бустеров золота. Если будем считать по минимуму и возьмем за основу 50 бустеров, то получается при средних 15 голды за один бустер, 750 золота. И это только с бустеров. Причем не обязательно постоянно побеждать. Побеждать и проигрывать с вероятностью 50%. Кроме того, ребят, бустеры и голда кроются вот в этих вот бесплатных контейнерах, которые вы открываете. Одни контейнеры вы можете открывать 3 раза в день, а некоторые контейнеры 1 раз в неделю. Так или иначе, из них тоже выпадает какая-то голда. Ну или если не голда, то бустеры, которые вы можете превратить в эту голду. Короче говоря, начиная от маленького контейнера, вы можете забирать себе от 35 до 110 золота. В этом контейнере, как вы видели, прячется от 170 до 520. Ну и если вы прям совсем фартовый чувак, и хотя бы раз в месяц вам хоть что-нибудь дропнется из золота в огромном контейнере, то здесь кроется от 270 до 920 голды. Но я не могу посчитать, сколько приблизительно в месяц получается с этих контейнеров, поэтому скажу следующее. По моим грубым подсчетам, не считая того, что можно забрать из бесплатных контейнеров ежедневных, которые я только что показывал, у меня получилось 3600 золота. Плюс к тому, ребят, 400 голды так или иначе где-то будут прятаться в дополнительных бустеров, в каких-то клановых, в каких-то ивентах, которые разработчики будут добавлять и так далее. Короче говоря, где-то с миру по нитке, голому веревка, но еще 300-400 голды за месяц дополнительно можно насобирать абсолютно спокойно, не вкладывая ни копейки реальных денег. Что это на выхлопе? На выхлопе получается у нас в районе 4000 голды каждый месяц можно собрать. Ну а если вы посмотрите рекламы, будете собирать голду немножечко дольше, то вполне спокойно где-то через месяц с копейками сможете купить себе хотя бы вот такого вот за 5500 леву, который, между прочим, имеет коэффициент фарма 185 и является одним из самых фармящих танков, премиумных на 8 уровне. Единственное, о чем необходимо помнить, это о простых правилах экономии. Не крутите все рулетки подряд, не прокручивайте их до конца, если вы не уверены в шансах и шансы не очень хороши. Я вот, допустим, остановился в этой рулетке с контейнерами по одной простой причине, потому что посмотрел на шансы и понял, что в первую очередь здесь шансы выпадения того, что меня абсолютно не интересует. Это контейнеры с легендарными аватарами и контейнер с кастомизацией. Суммарно два этих контейнера по вероятности затягивают практически на 50% от общей вероятности выпадения чего-то годного. То же самое касается и других рулеток и, я бы сказал, касается и контейнеров. Не сливайте свою голду на контейнеры. Лучше покупайте машины, которые вы можете себе купить в магазине и будете знать, что конкретно вы покупаете. Когда появляется танк, интересующий вас, заходите в магазин и именно его приобретаете. Ну, допустим, руки у вас всегда чесались, приобрести себе Т-34. Пожалуйста, 5500 бери, не хочу. То же самое касается и многих других машин, которые выставляются на продажу, а вот в контейнере неизвестно, что вам выпадет, а в принципе неизвестно, выпадет ли вообще. Поэтому, если вы не донатите в игру и дополнительных источников золотого дохода вы не имеете, то лучше все-таки держитесь подальше от всякого рода рулеток и контейнер. Это моя вам рекомендация. Ну, а также стоит воздержаться от приобретения, если вы не имеете на это финансовые возможности, всякого рода легендарных камуфляжей, легендарных аватаров и еще чего-то подобного. По одной простой причине, потому что те же самые камуфляжи, да, на многих машинах действительно круто смотрятся и круто добавляют в отношении исключительно эстетики, но абсолютно ничего, как правило, не добавляют в отношении играбельности. Есть крайне малое количество танков, которые действительно стоят того, чтобы на них приобретать себе легендарный камуфляж и тот камуфляж, который действительно способствует в бою. Один из немногих исключений, к слову, является Type 57, седьмой, который без камуфляжа смотрится совсем по-другому, а части камуфляжа ему добавляют не только красоты, но и добавляют ему определенных частей корпуса, да, в нашем случае частей башни, которые по факту не существуют. И те, кто не знают, пытаются пробить именно сюда, и, понятное дело, ничего не получается, потому что под этой частью абсолютно ничего нет. Вот такие вот простые правила. Придерживайтесь их, не скупайте все, что не попадет, и экономьте голду, и будет вам счастье, и буквально через месяц-полтора вы сможете приобрести себе первый премиумный танк, если раньше вы его не имели. Я побежал снимать специально для вас, а вам желаю огромного количества золота и как можно дешевле, а желательно вообще бесплатно. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...